Русская горнолыжная школа готова к зимнему сезону. Мэр города Юрий Гришан посетил учреждения и ценил работы, выполненные летом. Сотрудники РГШ Магадан готовят склоны, устанавливают подъемники и освещение, убирают траву, меняют профиль трамплинов, потому что международные стандарты изменились. Планируют установить на них искусственные покрытия. Открыть сезон хотят в ноябре. В этом году будет скикроссовая трасса, которая располагается за подъемником. С 18-й опоры можно будет еще по одному маршруту спускаться, который очень востребован для сноубордистов и те, которые катаются свободным катанием. В этом году, по словам специалистов, сотрудники РГШ проделали большую работу. Закупили технику, которая позволяет строй для сноубордистов любые сноупарки. Сделали это для того, чтобы спортсмены совершенствовали свое мастерство. Также на территории учреждений есть трассы для лыжников. Сегодня у нас на комиссии в Думе рассматривается вопрос о выделении дополнительно 5 миллионов рублей РГШ на начало строительства трамплина большого 65-метрового, потому что у нас уже два года трамплина не используется. Он находится в аварийном состоянии. Надеюсь, что эти 5 миллионов – это только начало. Губернатор знает о этой теме и этой проблеме. И будем вместе работать над тем, чтобы изыскивать деньги. На обучение в русской горнолыжной школе подали заявление уже больше 500 человек. Также в скором времени откроют новое отделение – биатлон. По словам специалистов, для Магадана это особенно нужная секция, ведь Колыма – снежный край. В русской горнолыжной школе реализуют национальный проект демографии и федеральный спорт – норма жизни.